Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 14 мая. Эфир канал РНТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Праздник со слезами на глазах. Город-курорт Анапа отметил 9 мая парадом победы. Они отдали свои жизни ради победы. Траурным митингом анапчане почтили память погибших, не вернувшихся с полей сражений. Преданность родине и профессии. Войну Анастасия Ковалева лечила раненых, а в мирное время спасала жизни пациентов. Об этих и других событиях подробнее. Накануне Дня Победы 8 мая в сквере боевой славы зажгли еще один вечный огонь – огонь памяти. Анапчане и гости курорта почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Подробности с церемонии факельного шествия расскажет наш корреспондент. Второй огонь – огонь памяти в сквере боевой славы зажигают один раз в год, 8 мая. Живой, горячий и яркий, как память потомков о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны. У кого-то воевали дедушки-отцы, кто-то знает о войне только по рассказам из учебников истории, но гордятся Великой Победой. Все одинаково. Я вот задумался, почему именно факельное. Потому что, наверное, само мероприятие рассчитано на подрастающее поколение. На то, чтобы в памяти у них осталось то, что сегодня мы свято чтим. Вот я совсем недавно был в Берлине. И честно скажу, меня распирало чувство гордости, что я русский. Что я представитель народа-победителя. Как в песне о русском солдате Алёше герои не дарят цветы любимым девушкам и мамам. Это женщины приносят букеты и венки к памятникам и мемориалам. Почетное право зажечь огонь памяти за лучшими курсантами морского пограничного лицея. Пара минут и факельное шествие буквально зажглось сотнями маленьких свечей. Под барабанной дропе новчане и гости курорта прошли по улицам Пушкина и Ленина к морскому порту. Возложили венки памяти и бескозырку на воду в память о подвигах моряков-пограничников. А 9 мая о новчане почтили память погибших моряков в акватории Малой бухты, где прошла торжественная церемония возложения цветов в знак памяти погибших героев. 30 спортсменов Федерации зимнего плавания Кубани поучаствовали в водном марше. Наталья Пухальская, Анна Жигалова, Роман Карпов, Анапа, Регион. Анапчанку с днем рождения поздравил президент Владимир Путин. В преддверии Дня Победы Анастасия Васильевна Ковалева отметила свой 90-й день рождения. Для родных и близких она является образцом русской женщины-труженицы, медиком от Бога и прекрасной хранительницей семейного очага. В гостях у именинницы побывала Светлана Авилова. С 90-летием Анастасии Васильевну Ковалеву пришли поздравить общественники и соседи по дому. Мы считаем, что вы украшаете наш двор. Украшаете наш двор. И когда вы гуляете, выходите, вы такое излучаете добро и любовь ко всем. Мы желаем, чтобы все наши соседи учились у вас быть такими добрыми. С 41-го года Ковалева лечила чужие раны, опаленные войной. А после Великой Отечественной 30 лет проработала в городской больнице. За доблестный труд и в связи с юбилеем в адрес Анастасии Васильевны пришло поздравительное письмо от президента России. Его зачитал депутат совета города-курорта Игорь Филимунов. Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого духа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Перед самым началом войны Анастасия Ковалева окончила фельдшерско-акушерскую школу. 18-летнюю девушку направили в Куйбышевскую область в районную больницу. Сразу взяли операционной сестрой, гордо говорит она. Привозили в больницу, и раненые приезжали, и из полевых работ, тракториста, и роженица. Я почти там одна работала на 50 коек. То есть приходилось и розы принимать? И розы принимать, и травмы лечить. Если я не смогла, я направляла больных в Самару. Анастасия Васильевна сразу для себя решила. Своей профессии не изменит никогда. После войны переехала в Новокуйбышевск. Там, в больнице, проработала вплоть до выхода на пенсию. Муж-гидроинженер погиб при проверке опор нового моста. С тех пор замуж не выходила. Воспитывала дочь одна. Уже выросли внук и внучка. Появились правнуки. В свой день рождения она празднует, как обычно, с дочерью, внуками, любимыми соседями. Любящие Анастасию Васильевну родные и близкие пожелали, чтобы она обязательно отметила сотый юбилей. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. 68 лет назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, свист пуль, вой сирен, горечь от потери родных и боевых товарищей. Анапа, как город воинской славы, торжественно встретила 9 мая. По центральным улицам курорта строевым маршем прошли войска анапского гарнизона. Эти мужественные и стойкие люди продержались 1418 дней. Они шли в бой, не боясь погибнуть, за великое дело русского народа. В памяти Михаила Михайловича Красноперца осталось яркое воспоминание о битве на Курской дуге. Танковый бой там был. Сражались немецкие танки наши. Сперва немцы подбили нашу, а наши тогда в защиту пошли и вверх взяли. О начале военного парада возвестили трубы духового оркестра. Первой двинулась автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны. Чеканным шагом по площади маршируют сотрудники Института береговой охраны ФСБ России, артиллеристы, казаки Анапского районного казачьего общества. Строевую выучку демонстрируют и курсанты морского пограничного лицея. Этот всенародный праздник связывает военное поколение с теми, кто родился после войны. Наследники города воинской славы, девчонки и мальчишки Анапы гордо несут 80-метровую георгиевскую ленту. За символом Великой Победы следуют вместе с офицерами и ветеранами боевых действий мэр Анапы Сергей Сергеев, председатель совета депутатов города-курорта Леонид Кочицев, депутаты ЗСК и городского совета. Почетные граждане Анапы и анапчане. День Победы в душе каждого имеет свой особый след. Девятое мая, как и для всех россиян и всего Советского Союза бывшего, это святой праздник. Это праздник, ну вы понимаете, наверное, в каждой семье есть погибшие. Так и в нашем роду два родных дядьки моих по линии мамы погибли. По линии папы разведчик батальонный дядя Анатолий тоже рано ушел из жизни. Ну, отец у меня, участник Великой Отечественной войны. Поэтому для нас это очень святой праздник. Мы всегда были за мир, за дружбу. И вот этот праздник, он символизирует каждый год мощь русского оружия, характер русский. Ну и всегда воля к победе. Марш-парад проследовал по улицам Крымской, Ленина и Пушкина. Завершилось шествие у сквера боевой славы. Все дальше уходит от нас май 45-го года. Но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась русскому народу победа. Все, кто воевал с оружием, и те, кто были в тылу герои. Светлана Авилова, Роман Карпов, Александр Кореневский, Анапа-регион. А в сквере боевой славы проходил митинг, посвященный 68-й годовщине Великой Победы. Жители Анапы вспоминали о том, что пришлось пережить нашему народу в годы войны. В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь, как дорога она нам. И понимаем, что за все, что мы имеем, жизнь и праздник в ней, мы обязаны тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что выжить было невозможно. Выражая слова поздравления, слова признательности старшему поколению, сказать, что мы помним и чтим ваш подвиг. Огромную цену заплатил Советский Союз за то, что мы имеем возможность сегодня жить, трудиться, растить своих детей. Мы будем вас поддерживать. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Пускай в ваших семьях вас чтут и уважают. В августе 1942 года в Анапу вошли немецкие румынские войска. Массовые расстрелы анапских жителей происходили в поселках Чембурка, Суко, на южной окраине Анапы и в других населенных пунктах района. Период гитлеровской оккупации нашего города продолжался 13 страшных трагических месяцев. Но репрессии захватчиков не смогли сломить анапчан. В сентябре 1943 года Анапа и Анапский район после тяжелых недельных боев были освобождены. И с первых дней анапчане приступили к восстановлению своего разрушенного города. И в мае 1945 года уже первая здравося приняла фронтовиков. Прошло 68 лет, а эхо Великой Отечественной до сих пор не затихает в людских душах. Да и у времени есть своя память. Зоя Абдулаевна Шахалиева держит в руках последнее письмо, пришедшее с фронта от отца Абдуллы Шахановича Шахалиева. Здравствуйте, мои дорогие Зоечка и Ирочка. Я жив, здоров, чего и вам желаю. Ирочка, от нас до фронта 70 километров. Скоро должны войти в Харьков. Больше вестей от него не было. Мать всю жизнь прождала, она даже замуж не выходила. Письмо у нее последнее, все время лежало. С самого раннего детства, говорит Зоя Абдулаевна, для нее 9 мая – это день скорби и печали. Для меня оно не праздник. Грешный, конечно, говорит, но я с утра сажусь с этим письмом и в день плачу. В моих руках уже это письмо 71 год, понимаете? В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной, и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, объявлена минута молчания. К мемориалу от военнослужащих Анапского гарнизона была возложена гирлянда славы. Венок памяти от губернатора Кубани Александра Ткачева. Венки возложили мэр Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Ветераны, почетные граждане курорта, казаки. Завершился митинг песней, посвященный освобождению Анапы, как дань памяти, гордости и любви к тем, кто навсегда ушел, но оставил нам мир на земле. Светлана Авилова, Роман Карпов, Александр Кореневский, Анапа-регион. Не первый год в День Победы торжественный прием главы города-курорта ветеранов и участников Великой Отечественной войны проходит в кафе «Елена». В этом году хорошую традицию не меняли. В адрес почетных гостей ветеранов звучали поздравления, песни и стихи. За праздничными столами ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла вспоминали земляков, ушедших на фронт, ковавших победу в тылу и, конечно же, упорные бои советских войск. Среди приглашенных и ветераны боевых действий, воевавшие в республиках Афганистан и Чечня. Слова признательности и уважения к приглашенным героям выразил мэр Анапы Сергей Сергеев. Я искренне желаю вам здоровья. Я хочу, чтобы в ваших глазах всегда, ежедневно, ежечасно, ежеминутно светилась радость, светилась надежда на то, что с каждым днем мы будем жить лучше. Счастья вам, всего самого хорошего, с праздником. Председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов подчеркнул активную деятельность ветеранов войны. Несмотря на столь преклонный возраст, они участвуют в общественной жизни на благо города. Я хочу вас от души поздравить с Днем Победы, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. И очень надеюсь, что мы с вами и 69-ю, и 70-ю, и 71-ю и дальше будем встречаться и встречать в юбилейные Дни Победы. Здоровья вам! С Днем Победы! Победу каждый из ветеранов и участников войны встретил по-разному. Цветущий май 45-го года они не забудут никогда. В 9 мая мы освободили Прагу, в 10 мая южнее Праги мы еще вели бой с остатками армии генерала Шернера. В 10 мая мы еще были в бою до обеда. Я еще залп дал батареи Катюш. Таким образом, для нас День Победы наступил 10 мая, к исходу дня. Встретил в лесу, недалеко от города Познань, в Польше День Победы встретил. Это было 8 мая. Солдаты все кричали, радовали, стреляли вверх. Именно благодаря отважным героям, которые мужественно прошли через долгие военные годы, мы имеем возможность отмечать этот праздник. Они повергли зло и подарили миллионам свободу. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа-регион. Почетный караул, выставка военной боевой техники, концерт творческих коллективов города. Праздничная программа мероприятий 9 мая оказалась масштабной. На театральной площади собралось свыше 7 тысяч зрителей. Обо всем подробнее Алина Гумирова. Задолго до праздничных мероприятий воспитанники морского пограничного лицея заняли пост номер один у Вечного огня на Аллее Славы. Для этих ребят в военной форме сегодня самый ответственный день. Попасть в почетный караул смогли только лучшие курсанты. Мы не просто должны, мы обязаны чтить и помнить героев Советского Союза, которые сражались для нашего мирного неба над головой, чтобы мы сегодня жили ради нашего будущего. На улице Ленина с 9 утра проходила выставка боевой техники. Сотни анапчан смогли воочию разглядеть танки, вездеходы и пушки. А юным исследователям военную технику разрешили немного освоить. Техника интересная, познавательная очень для детей особенно. И очень хорошо, что детей подпускают, что они посмотрят, как это все сделано. В другой части города на центральной площади развернулась концертная программа. Сегодня ветераны главные герои. День Победы праздник, который объединяет все народы, все поколения, всех граждан нашей страны. Конечно же, это очень важный день. И с большим уважением мы относимся к тем людям, которые завоевали для нас эту победу. И я думаю, что вот эти парады, которые мы проводим, это замечательная традиция, которую стоит продолжать. Мы только счастья желаем нашим ветеранам. Спасибо им за то, что они победили. Мы обязаны всем сегодняшним днем, солнцем, воздухом, жизнью спокойной, нашим дедушкам и бабушкам. Для меня очень важно и лично, потому что мой отец воевал. И всякий раз этот праздник для меня, как некоторая встреча с отцом. Никогда нельзя забывать нашу историю, наше прошлое, наших ветеранов. И большое им спасибо за все, что они сделали. А вечером лучшие артисты города и курсанты Института береговой охраны представили на театральной площади около 20 номеров. Композиции, которым подпевает вся страна и которые трогают душу, стали музыкальным поздравлением всем поколениям. Ожидания на пчан и гостей города оказались полностью оправданы. Они увидели зрелищное и патриотичное шоу. Великая Отечественная война, которую ввел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Я прям расплакалась, я не могу, меня очень трогает этот праздник. Потому что очень жалко. Столько много сделали для того, чтобы мы сейчас вот жили хорошо. Нравится, все красиво. Жду фейерверка. В память о пяти тысячах анапчан, не вернувшихся с фронта Великой Отечественной войны, в небо были запущены пять тысяч воздушных шаров. Более и кончий утрат. Мы имели лучших сыновей и дочерей Анапы. Никто не забыт. Ничто не забыто. А в завершении Бала Победы под самую победную песню небо Анапы озарили огни праздничного фейерверка. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. История жизни военных лет не из учебников, а лично от ветеранов Великой Отечественной войны узнали студенты первого курса Анапского филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. На уроки мужества побывала и наша съемочная группа. Прошло 68 лет с того памятного дня 9 ма 1945 года. Нелегко далась эта победа. Фашисты сожгли и разрушили сотни городов. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы ни пришло горе. Кто потерял сына, кто отца, мать, сестру, брата, кто друга. О тяжелых событиях тех лет рассказывали ветераны Великой Отечественной войны. Анатолия Ильича Шилова призвали на службу уже после окончания войны. Но его братья и сестра сражались за родину и прошли войну до конца. Второй брат, разведчик, дошел до Берлина, офицер, тяжело раненый, инвалид. Сестра тоже была ранена в Минградской фронте и 40 лет не пришла. Потому что война, наверное, нет такой семьи, которая как-то не зацепила чем-то. Павел Тихонович Кухоль военные годы был снайпером. На фронт попал в 17 лет. Вспоминать о том времени ему нелегко. Учили меня этому, что нельзя высовываться сразу. Надо дать ему понять, что он убил меня. И действительно через минут 10 я немножко поднялся, в душу уедется. Он там. Он уже убедился, что убил меня, уже потерял эту вдичинность. И я... Павел Тихонович, столько лет прошло, это все не помните, да? И его. Вот это была первая моя. Уже такая, воевали. В этих историях ничего не придумано и не приукрашено. Сегодняшнее поколение должно знать о том, как люди прошли войну. Не щадя своей жизни, шли на смерть, приближая победу. Чтобы сегодняшнему поколению можно было спокойно жить, учиться и трудиться. Студенты, в свою очередь, пообещали ветеранам быть достойными подвигов отцов и дедов. И приумножать воинскую славу Отечества. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В среду 15 мая в Анапе синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем 19-21 градусов по Цельсию, ночью до плюс 17 со знаком плюс. Ветер переменный около 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 18 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.